Да, впечатляющая статистика, она совпадает с тем, что мы знаем о головной боли. Действительно, так чтобы, ну, если мы будем говорить о статистике, да, то, ну, во-первых, головная боль является самой частой причиной обращения к неврологу. Также головная боль занимает первое место среди всех видов физического дискомфорта, то есть боли, да, когда болит не душа, а тело, вот голова болит чаще всего. И половина взрослого населения планеты хотя бы раз за год испытывают какой-то вид головной боли. Причем из них, из этой категории треть, это будет достаточно тяжелый вид головной боли, о котором мы сегодня тоже будем говорить подробно, это мигрим. Но перед тем, как говорить о том, что такое головная боль, я бы хотел с вами обсудить то, чем не бывает головная боль. Потому что в нашей медицинской практике, к сожалению, очень часто можно встретить различные мифы на эту тему, и их много, все развенчать их, но времени точно не хватит. Но об основных для начала хочется поговорить. Например, ну, все знают, что вегетососудистой дистонии не существует, и тем не менее, из раза в раз в заключениях этот диагноз встречается. Это пишут вегетососудистой дистонии, кризовое течение, цифрологический синдром и так далее. Ну, нет, ну что ты скажешь, нет такой буквы в этом слове, нет такого диагноза. Головная боль не может быть связана с остеохондрозом. Тем более, что остеохондроза в том привычном понимании, как то, что мы называем остеохондрозом, по сути, нигде в мире так этот термин не определяется. Если мы возьмем определение асподмода, то мы увидим, что остеохондроз – это заболевание, которым чаще подвержены дети и подростки, связанное с некрозом и повторной осификацией хрящевых зон роста, эпифизов. Если мы говорим об остеохондрозе позвоночника, то появлением его будет синдром Шерман-Мау. Но он тоже всем известен, как грубая кифоскалиотическая деформация грудного отдела позвоночника. То есть, к головной боли это тоже никакого отношения не имеет и иметь не может. Очень частая проблема. Коллеги, очень вас прошу, не направляйте молодых людей на доплерографию сосудов головного мозга. Это абсолютно во всех случаях бесполезно. Единственным показанием для дуплексного сканирования сосудов является ишемический инсульт, когда мы ищем причину ишемического инсульта. Во всех остальных ситуациях это исследование неинформативно. И позвоночная артерия. Пережиматься грыжи диска не может физически. Благодаря этому образованию. Если мы посмотрим сбоку на позвонок, мы увидим такой вот крючковидный отросток тела позвонка. То есть, грыжа диска может выплачиваться куда угодно, только не в сторону позвоночной артерии. Головная боль не является симптомом повышенного артериального давления. В принципе, недаром гипертоническую болезнь называют такой молчаливый убийца. Потому что истинную артериальную гипертензию можно почувствовать очень и очень редко. Это такие критические состояния, как острая гипертоническая энцефалопатия, которая сопровождается отеком мозга и нарушением сознания. Тогда же будет и головная боль. Или какими-то усложнениями гипертонической болезни. То есть, давление до 180 практически неощутимо. И оно не считается поводом для того, чтобы его немедленно прямо здесь и сейчас сбивать. Было исследование крупное, перспективное ХАНТ-1 и ХАНТ-2 с интервалом в 11 лет. И 22 тысячи пациентов участвовали в этом исследовании. Это исследование проводили в Норвегии. И там было заключено, что высокое артериальное давление скорее является фактором, снижающим риск головной боли. И они это объяснили особым воздействием на баррорецепторы, ствола мозга и связали это с анасоцептивными эффектами. То есть, но в любом случае точно не повышает. Частота мигрени статистически не связана с артериальной гипертонией. И на сайте Американской ассоциации сердца мы можем найти такую фразу, что самое лучшее качественное доказательство говорит, что высокое давление не может быть причиной головной боли или носовой кровотечения. Кроме неотложных состояний, связанных с гипертонией. То есть, истинный гипертонический криз, когда давление 180 на 120 выше, чем 180 на 120, не сбивается привычными препаратами, которые есть у пациента, но и длительно состояние персистирует, тогда это требует немедленных вмешательств. Во всех остальных ситуациях о гипертонических кризах мы не говорим. То, что, например, при приступе мигрени может повышаться давление, не значит, что гипертония является причиной мигрени. Скорее, мы можем говорить наоборот. При мигрени выделяются стрессовые гормоны, которые способствуют повышению артериального давления. Для того, чтобы говорить о клинической картине головной боли, для начала мы должны сказать так, что головные боли могут быть первичными и вторичными. Я думаю, понятно, что вторичная головная боль может быть связана с очень-очень-очень разными причинами. И, наверное, проще перечислить те болезни, при которых головная боль не встречается, чем наоборот. Из этого всего списка я хотел бы пару слов сказать про височный артериит. Это ревматологическое заболевание, которым страдают люди старше 45 лет чаще всего. И диагностировать его относительно несложно. Если пациент жалуется на головную боль, то желательно пальпировать его височные артерии. При гигантоклеточном височном артериите эти височные артерии будут жесткими, ярко пульсирующими и издавать характерный хруст. То есть это мы видим уже при физикальном осмотре. Также у таких пациентов будет значительное повышение соя 90 и выше. Поэтому, в принципе, если иметь в виду эту проблему, ее пропустить достаточно сложно. Лечится это приемом высоких доз преднизирования. Что еще интересно, да, доброкачественная утречерепная гипертензия. Но, опять же, в нашей традиции существует такой диагноз церебральный арахноэдит. И ликвардинамические кризы, якобы головная боль, связана с повышенным внутричерепным давлением. И последствиями спаечного процесса оболочек головного мозга. Нет, такого тоже не бывает. Термины арахноэдит присутствуют в современной зарубежной литературе, скажем так. Но под ним понимаются последствия перемесенных вмешательств на позвоночники. Лимбальных функций, операций и так далее. И это не просто спаечный процесс, а это адгезивный процесс, сопровождающийся осификацией. То есть мы видим окостерненные связки при КТ с позвоночника. Компьютерная томография. МРТ не помогает в диагностике этой проблемы. А то, что действительно связано с повышенным внутричерепным давлением, доброкачественная или диапатическая внутричерепная гипертензия на самом деле встречается крайне редко. Это два человека на 100 тысяч населения. Страдают этой проблемой женщины среднего возраста, курящие и внезапно располнявшие чаще всего. Кроме головной боли и первый симптом, то есть головной боль при доброкачественной внутричерепной гипертензии скорее второй симптом. А первый – это значительное резкое снижение зрения из-за атрофических процессов в зрительном нерве. Поэтому она в первую очередь... Ну, вообще, хорошая практика. И в цивилизованном мире так и есть. Любой невролог, любой семейный врач владеет офтальмоскопией. При жалобе на головную боль посмотреть в глазное дно – это рутинная практика. Ну, у нас, к сожалению, это не распространено. И, ну, отправляйте к окулисту смотреть в глазное дно. Оттек диска зрительных нервов, атрофия диска зрительных нервов – это красные флажки, мы о них поговорим позже. Но в этой ситуации однозначно мы будем видеть застойные диски зрительных нервов. И тогда уже прямой метод диагностики, лимбальная пункция и соответствующее лечение или оперативное в виде шунтирования. Иногда такая ситуация проходит после однократной спинномозговой пункции. Такие случаи тоже описаны. Так, ну, на остальных видах вторичной головной боли, я думаю, останавливаться смысла нет. Лучше мы поговорим о красных флажках. То есть о тех ситуациях, когда мы должны быть насторожены в плане того, что это может быть вторичная головная боль и более подробно, детально эту проблему изучать. Понятно, что мы должны обращать внимание на симптомы системной болезни, особенно на лихорадку. Онкологический анамнез. Ну, понятно, что если мы видим неврологический дефицит и головную боль, это, само собой, повод для более подробного исследования. Отчет диска зрительных нервов. Это может быть признаком повышенного внутричерепного давления действительно от любой причины. Возникновение головной боли после 65 лет, опять-таки, вследствие высокого риска височного артерии. Это мы должны более подробно обследовать. Ну, и более часто встречаемость онкологических проблем. Внезапное начало. Изменение характера. То есть если у человека были до этого головные боли, но теперь она появилась в другом виде, совершенно носит совершенно другой характер. Она внезапная, более мучительная. Это повод для того, чтобы обследовать пациента более интенсивно. Болезнь из глазного яблока. Не забываем про головную кому. Начало головной боли после травмы без комментариев. Ну, и понятно, что состояния, в которых пациенты становятся иммунными компетентными, требуют дообследования при возникновении новой головной боли. Отдельные пункты – это злоупотребление обезболивающими или психоактивными веществами. Ну, психоактивные – понятно, а вот насчет обезболивающих, опять же, есть вид вторичной головной боли, который называется обузусная головная боль или головная боль, связанная со злоупотреблением медикаментов. Настраиваем наших пациентов на то, что принимать обезболивающие препараты чаще, чем 15 дней в месяц, крайне не рекомендуется. Это может быть фактором риска развития обузусной головной боли, которая носит совершенно другой, более мучительный характер, и справиться с ней намного сложнее. Ну и опять то, что мы всегда забываем о том, что головная боль – это частый побочный эффект множества препаратов. Обязательно нужно расспросить, какие препараты принимает пациент в данный момент, есть ли новые препараты, начал ли он принимать какие-то препараты совершенно недавно. Если мы не видим красных ложков, то дальше, в принципе, никаких методов исследования, кроме клинического анализа данной ситуации, не требуется. Мы, скорее всего, имеем дело с первичной головной болью. Два самых распространенных варианта первичной головной боли – это мигрени, головная боль напряженного типа. Кластерная головная боль, пароксизмальная гемокромия – это интересный тип головной боли. Я не знаю, будем ли успевать мы о ней подробнее поговорить. Если да, то это интересно, потому что эта целая группа называется тридиминальные вегетативные цифрогии. Они встречаются редко, но имеют очень типичную клиническую картину. Обычно рассказывают, как будто гвоздь забит в области глаза, вбит гвоздь, и как пулеметная очередь. Эти очереди называются кластерами. У них есть типичные некоторые признаки. Опять же, если будет время, остановимся на них подробнее. Ну и редкие виды головной боли, но это и диапатическая колющая головная боль, головная боль на холодовые стимулы. Человек лизнул мороженое, у него начинает раскалываться голова. И это всегда проходит типично. Ну, как вы думаете, как мы будем лечить подобную проблему? Изблеканием триггеров, совершенно верно. То есть мы будем советовать такому человеку не есть мороженое. Доброкачественная головная боль при кашле, доброкачественная головная боль при физической нагрузке. Среди мужчин, которые тренируются в тренажерных залах, такое встречается относительно нередко. Это состояние транзиторное, оно редко длится больше 6 месяцев. Ну, тут лечение мы можем использовать по влечению бета-блокатора или анальгетики, но обычно мы просто рекомендуем снизить интенсивность физической нагрузки на несколько месяцев, и это состояние придет самостоятельно. Ну и головная боль, связанная с сексуальной активностью. Тут, к сожалению, избегать триггеров, это не очень хорошая рекомендация, наверное. Поэтому тоже это будет применяться бета-блокаторами. Но тоже могут быть такие комичные ситуации, когда мы для того, чтобы дать человеку возможность хорошей сексуальной активности, мы мужчине назначаем бета-блокатор, чем снижаем его сексуальную функцию. В общем, тоже ситуация достаточно неприятная, но с ней тоже как-то можно обращаться или использовать анальгетики, допустим, предварительно. Но неприятно, да. Вылечить это тоже невозможно, но как и головная боль при физической нагрузке, она через несколько месяцев может пройти самостоятельно. Головная боль напряженного типа. Здесь вы видите критерии международной классификации головных болей третьего пересмотра. Но что важно, кроме этих критериев, важно понимать, что головная боль напряженного типа неизбежно связана с каким-то стрессом, перенапряжением, тревогой, депрессией. То есть, в той ситуации, когда человек находится длительное время в стрессе или в напряжении. Поэтому такая головная боль обязательно должна проходить после отдыха. Я не знаю, почему этого нет в критериях, но если человек просыпается и с утра чувствует головную боль, или эта головная боль его пробуждает среди ночи, головная боль напряжения под большим вопросом. Иногда головная боль напряженного типа может быть связана с недостаточным употреблением жидкости. Вот тоже мы обычно не знаем, какие нормы потребления жидкости у нас существуют. Я спрашиваю пациента, сколько жидкости пьете? Много. Много это сколько? Много литра. То есть, коррекция водного баланса в некоторых ситуациях может сама по себе убрать проблему головной боль напряженного типа. Ну, лечится головная боль напряженного типа в первую очередь, конечно же, модификация режима. Это должен быть достаточный сон. Это должны быть прогулки по свежему воздуху, желательно в дневное время. Как вы думаете, почему дневное время важно? И что делает солнечная ночь? Сиротонин, да. Действительно, правда. Сиротонин. Почему мы все любим отдыхать на курортах, солнечных пляжах, да? Мы там чувствуем себя более счастливыми. Сиротонин вырабатывается в дневное время под воздействием прямого солнечного света. И физическая, умеренная физическая нагрузка тоже помогает избавиться от головной боли напряженного типа. Так как головная боль напряженного типа – это верный спутник тревожных и депрессивных расстройств, если она носит хронический характер, то есть встречается чаще, чем 15 дней в месяц за последние 3 месяца, ну, безусловно, таких пациентов надо тестировать на тревогу и на депрессию. Это чаще всего работает порочный круг. Я расскажу об этом порочном круге подробнее, когда мы будем говорить о мигрене. Но в таких ситуациях головная боль напряжения проходит на фоне приема анксиолитиков или антидепрессантов. Ее величество мигрень – это 10-15% взрослого населения земного шара страдает мигренью. Иногда задают вопрос, доктор, а можно ли вылечить мигрень? Мигрень, к сожалению, вылечить невозможно, потому что мигрень – это генетически обусловленное заболевание. И вот я читал последнюю очень интересную гипотезу на тему того, что мы получили этот ген тогда, когда стали заседать северные районы земного шара и получили возможность адаптироваться к холоду. Это многое объясняет, например, в запросе метеочувствительности, почему люди, страдающие мигренью, очень часто реагируют на погоду. Мигрень очень сильно связана с болевым порогом. Опять же, порог чувствительности имеет значение, и этим объясняется повышенная чувствительность к свету и звуку во время мигренозного приступа. Это типичный признак мигрени. То есть, если у нас есть какой-то вид боли и болевой порог на каком-то уровне, до того, как мы не достигаем болевого порога, мы эту боль не ощущаем, не чувствуем. Но при мигрении ситуация происходит таким образом, что чем сильнее боль, тем ниже болевой порог. И приступ мигренозный редко начинается внезапно. Обычно какое-то время проходит, пока он раскручивается до своей максимальной интенсивности. Но если мы спросим у пациента с мигренью, сколько баллов по визуально-аналоговой шкале он даст свою боль, обычно это будет 8-9, не меньше. Редко бывает мигрень с меньшими показателями по этой шкале. Мигрень чувствительно к пищевым триггерам. Чаще всего это продукты, содержащие гистамин, это полуфабрикаты, консервы, пресервы, различные сыры и прочие вкусняшки. Но это не значит, что есть какая-то универсальная диета при мигрене. Мы будем рекомендовать эти пищевые триггеры регистрировать. То есть, отмечать, какие у каждого человека они очень индивидуальны. Мигрень чувствительно к колебаниям гормонального фона. Женщина, которая является носителем гена мигрени, в своей жизни проходит три критических периода, в которые мигрень может как участиться, обостриться, возникнуть, так и урежаться или исчезнуть совсем. Первый – это период полового созревания. Бывает такое, когда девочки в детстве мигренью болели, после полового созревания мигрень полностью проходит. Второй критический период – это беременность. Чаще всего во время беременности головные боли полностью проходят. А после родов они могут становиться больше, хуже, чем были до беременности. И, кроме того, есть исследования, которые показывают связь применения ранных контрацептивов с высоким уровнем эстрогенов и мигренозной головной боли. Ну, как и головная боль напряжения, мигрень чувствительна к хроническому стрессу, недосыпанию и переутомлению. И одним из свойств мигрени является то, что она может сопровождаться специфической аурой. Аура встречается нечасто, примерно четвертью каждого пятого пациента с мигренью. Но это очень типичная клиническая картина. Чаще всего это симптомы односторонние. И наиболее часто встречается зрительная аура. Понятно, что сфотографировать это никто не мог на самом деле. Но вот примерно такие впечатления аура оставляет у пациентов. Аура может длиться до часа. И в этот период не раньше, чем в течение часа, снова должна начаться типичная мигренозная головная боль. Тогда мы говорим о классической мигрени с аурой. Мигрень с аурой носит название классической мигрени, то есть той, которая описана была еще гиппократом. Ну а мигрень без ауры – это простая форма мигрени. Перед вами критерии той же международной классификации головных болей третьего пересмотра. На что хочу обратить ваше внимание. Мигрень традиционно называется гемикрония, то есть подразумевается боль в половине головы. Однако, важно то, что это хоть и распространенный признак, но это не главный критерий мигренозного приступа. Тут есть четыре признака. Одностороннее расположение, пульсирующий характер, высокая интенсивность головной боли и ухудшение физической активности и достаточно двух из этих критериев для того, чтобы мы смело ставили диагноз мигрени. Намного критичнее для того, чтобы говорить о мигрени, является тошнота или фотофонофобия, то есть свето-звукобоязнь. Там, если нет тошноты и нет света и звукобоязни одновременно, диагноз мигрени, скорее всего, под вопросом. У мигрени существует множество разных форм. И в том числе мигрень с аурой. Может быть так называемая мигрень со стволовой аурой или базилиарная мигрень. Это тоже наши любимые микроинсульты и гипертонические кризы, когда типичная головная боль сопровождается системным головокружением. То есть это вертигу. При базилиарной мигрени может встречаться дезертрия, нарушение координации движения, в общем, множество симптомов, связанных с стволом головного мозга. Отдельное внимание требует гемоплогическая мигрень. У меня был один такой пациент. То есть я несколько раз видел в жизни гемоплогическую мигрень. Но про одного хочу рассказать, потому что так как с ним обошлись, ну я не знаю, у меня это вызвало, мягко говоря, раздражение и негодование. Пациенту около 45 лет. И его в течение последних трех лет ровно раз в месяц, каждый месяц забирает скорую помощь с диагнозом транзиторная ишемическая атака, везет в неврологический стационар, где он проходит 10-дневный курс капельниц. То есть за три года человек треть своего времени проводит в стационаре. Потому что никто не поинтересовался, что гемопорез и гемопорез, да, все, инсульт в отделении. А расспросить при этом о характере типичной головной боли никто не удосужился. Ну и кроме того, что самое главное, не было никакой подоплеки для того, чтобы формировались какие-то ишемические события. Он был, в принципе, абсолютно здоровое сердце, без ритмии, без признаков атеросклеротического поражения магистральных сосудов. То есть никакой подоплеки для таких регулярных транзиторно-кишемических атак не было. Да, при настоящих инсультах больших в дебюте может быть головная боль, напоминающая мигрень. И тут, конечно, важно не запутаться, да. Важно распознать признаки инсульта и в этой ситуации хотя бы однажды нейровизуализацию сделать нужно. Но если мы раз в месяц сделаем КТ головного мозга, раз в полгода делаем МРТ, и видим, что транзиторные ишемические атаки или малые инсульты не оставляют никаких следов органического поражения мозга, ну, конечно же, здесь речь идет о мигрене, а не о ишемическом инсульте. Минструальная мигрень, я уже говорил о связи с гормональным фоном мегринозных приступов. Это достаточно частый вид головной боли. И, ну, по определению, это должны быть два дня до начала менструации или три дня после, да. Вот в этот период, если преимущественно в этот период встречается головная боль, мы тогда говорим о менструальной меглении. Ее несложно тогда предсказывать. Ну, и вообще, что я хотел сказать, да, я говорил, что нам никакие методы диагностики не нужны для того, чтобы разобраться с меглением. Это не совсем так. На самом деле нужно, но только это обследование абсолютно ничего не стоит. Это называется введение дневника головной боли. При меглении этот диагностический инструмент дает массу бесценной информации для нас. Ну, во-первых, мы можем выявлять гормональные триггеры, мы можем выявлять пищевые триггеры, мы можем выявлять погодные триггеры и понимать, когда у такого пациента может развиться головная боль. И, что тоже важно, сейчас есть последние исследования, которые говорят, что при меглении часто бывают так называемые предикторы, предвестники, да, от слова предикт предсказывать. Допустим, если головная боль разовьется с утра, то с вечера человек может чувствовать головокружение, какой-то непонятный привкус во рту, отвращение к какому-то виду пищи. Все это могут быть какие-то мелкие симптомы, очень индивидуальные, но они всегда типично встречаются перед приступом меглении. Здесь, конечно, дневник головной боли является незаменимым инструментом для того, чтобы помочь эти триггеры выявить, и, то есть, предикторы выявить. И лучше выпить с вечера 200 мг бутрофена, чем с утра пить уже 800, когда эта головная боль развилась. Потому что уже начинает падать болевой порог, и когда мигренозная боль активна, тогда нам нужны большие дозы анальгетиков. Встречается множество типичных вариантов мигрени. Бывает, например, типичная аура без головной боли, абдоминальная мигрень, и я тоже слышал гипотезу о том, что колики у новорожденных – это одна из форм мигрени, например. То есть, такая гипотеза тоже существует. И синдром циклической рвоты. Со всеми признаками мигрени, но только без головной боли. Съесть рвота, она может быть, например, привязана к каким-то триггерам, встречаться раз в месяц, в одно и то же время. Никаких других проблем мы при этом не находим. То есть, атипичных вариантов мигрени на самом деле очень много. Лечение приступа мигрени. Первая линия терапии мигренозного приступа – это анальгетики. Это высокие дозы анальгетиков. Подчеркиваю, высокие дозы. Оплажить часто слышал от своих пациентов. Ой, бупрофель мне не помогает. А сколько вы его пили? 200 мг. 200 мг – это может справиться с головной болью и напряжение, а может и не справиться. Типичные дозы при мигренозном приступе – это 600-800 мг. Если мы говорим о парацетамоле, парацетамол – 1000 мг раз. Мы можем до 4 г парацетамола в сутки пациенту дать. Также широко используется напроксен. И напроксен очень хорошо комбинируется с суматриптаном. Это при тяжелых резистентных приступах мигрени, когда нам тяжело одним препаратом справиться. Мы можем справляться с помощью комбинаций. Также хорошо себя зарекомендовали комбинации с кофеином. Особенно в первые полчаса – час приступа кофеин очень эффективен. Иногда бывает такое, что выпитая с утра чашка кофе предотвращает мигренозный приступ. Второе линия – это трептаны. У нас на рынке есть 3 трептана. Суматриптан, золмитриптан, ризотрептан. Они друг от друга мало чем отличаются. Но суматриптана – самая сильная доказательная база. Золмитриптан действует длительно, ризотрептан действует быстрее чуть-чуть. Но так, в принципе, больше принципиальной разницы между ними нет. Опять же, надо подбирать индивидуально. Хроническая мигрень. Хроническая мигрень – это большая проблема. Встречается она, на самом деле, нередко. И мы говорим о хронической мигрене, если у пациента головная боль встречается 15 дней в месяц и чаще за последние 3 месяца. Хочу обратить Ваше внимание. Не обязательно, чтобы все дни головной боли были именно мигренезными. Но в промежутках может быть такая фоновая головная боль, та вещь, которая напоминает головную боль напряжения. Это тоже окей. Мы все равно ставим диагноз головной боли напряжения. Но это должно быть не меньше 8 приступов мигрени настоящей в месяц. Порочный круг. Хочу сказать пару слов о том, что современная медицинская модель, мы отошли сейчас от понимания человека как набор органов, то есть от биомеханической модели, которая доминировала в прошлом веке в результате лечения инфекционных заболеваний, когда одна болезнь, одна причина. Инфекцию убрали, с помощью антибиотика человека вылечили. Современная медицинская модель говорит о том, что у болезни не может быть одной какой-то конкретной причины, а есть совокупность факторов. И даже на инфекционных болезнях мы видим, что, например, лепрой или туберкулезом болеют далеко не все и далеко не всегда. Поэтому современная медицинская модель биопсихосоциальная, и она анализирует три группы факторов – биологические, психологические и социальные. И психологический фактор при иммигрении очень сильный. Когда у человека ежедневная, мучительная головная боль, само собой, что у него настроение от этого лучше не станет. А когда портится настроение, падает болевой порог. Когда мы счастливы и стрессоустойчивы, мы менее восприимчивы к любому виду боли, переживаем любые ощущения проще. Поэтому профилактика мигренозных приступов, здесь не стоят на третьем месте, я бы поставил на первое место антидепрессанты. Практически всегда при хронической мигрении, в моей практике, редко бывает, чтобы хроническая мигрень была без сопутствующей депрессии. Это крайне редко. И хорошая доказательная база для того, чтобы брать под контроль частоту приступов мигрени, хорошая доказательная база, в первую очередь у двух препаратов – это амитрептилин и венлофоксин. Амитрептилин не очень хорошо переносится, от него часто отказываются, пациентам венлофоксин переносится лучше. Но амитрептилина – доказательная база самая сильная. Если есть сопутствующая гипертония, то очень хорошо в этой ситуации просто откорректировать гипотензивную терапию и дать те препараты, у которых есть доказательная база для профилактики мигрени – это ботоблокаторы и кондесартан. Ну и антиконгульсанты. Честно скажу, на практике я пользуюсь ими редко. Они переносятся не лучше, чем антидепрессанты. Точно у них есть свои пубочные эффекты. И как-то работать с ними не очень удобно, но тем не менее в рекомендациях они есть. Если мы перепробовали три препарата для профилактики хронической мигрени, и мы не достигаем никаких результатов, у нас в запасе есть еще мощный метод, как введение ботокса по специальным точкам в кожу головы. Мы таким образом снижаем количество болевых рецепторов в коже головы и этим самым физически повышаем болевой порог, что делает или полностью невозможным, или крайне редким возникновение приступа мигрени. Так, ну это уже часть на практическую нашу часть. Благодарю вас за внимание. Есть ли у вас какие-то вопросы? Спасибо, Сергей, за интересный доклад. У меня вопрос в отношении к распоследнему слайду про филактики мигрени. В частности, использование ботулинического токсина А. Используете ли вы его на практике? Занимается ли кто-то этим в Одессе в частности? Существуют ли какие-то пороги, либо привыкание к данной методике? И вообще, в принципе, насколько она эффективна с практической точки зрения. Спасибо. Спасибо за вопрос интересный. Да, я занимаюсь введением ботулинистического токсина в кожу головы. На практике я делаю это только однажды, потому что чаще всего нам удается справляться медикаментозно. То есть это редкие ситуации, это дорогостоящий метод лечения, поэтому используется он редко, но используется. Он высокоэффективен, он как раз именно потому и метод резерва, потому что он срабатывает в тех ситуациях, когда не работают другие способы. Что касается привыкания, то привыкания здесь речь не идет. Обычно одной процедуры бывает достаточно. Ну, вообще мы знаем, что ботулотоксин действует около трех месяцев. И этих трех месяцев обычно достаточно, чтобы разорвать прочные круги хронической мигрени. Повторное введение по литературе требуется, но редко. В том случае, когда я делаю, повторное введение не требовалось. У меня было пока одно введение. Спасибо большое за доклад. Сергей, скажите, пожалуйста, как антидепрессанты влияют на уровень в организме витамина В? Ну, в частности, в В-12. Стоит ли его принимать параллельно или после курса антидепрессанта? Является ли подачным действием снижение уровня витамина группы В? Честно, спасибо за вопрос. Честно говоря, я не встречал данные, что какие-то антидепрессанты связаны со снижением уровня витамина группы В. Но это точно не у антидепрессантов из группы СИОС. Да, то есть к минофоксину это не относится. Насчет амитрептилина не знаю. Я такого не встречал пока вы были. Еще один вопрос. Как мы будем уходить после курса антидепрессантов? То есть так же, как и при габариновой роду, снижая дозировку, они просто курс и все. Если мы говорим о препаратах-антиконвульсантах при габарин, габапентин, они достаточно быстро и стойко формируют лекарственную зависимость. Это надо помнить при их применении. И там действительно, вот у них нужен градуированный уход. Антидепрессанты в принципе не имеют такой тенденции. Синдром отмены при применении антидепрессантов встречается. Венеофоксин в этом плане, да, немножко грешен. С него уходить надо градуировано. Но в принципе это не правило для антидепрессантов. Особенно если дозы невысокие и срок применения антидепрессантов меньше года, вероятность возникновения синдрома отмены крайне редко. Исключение это пароксетин и в какой-то смысле венеофоксин. Все остальные антидепрессанты, синдром отмены дают очень редко. Спасибо большое.